Николай сегодня сдал экзамен по окучиванию картошки. 34 года первый раз окучил картошку. Я ему 5 ставил. Вижу, Нина поехала, Нина Васильевна Шадрина, родная сестра моей жены, поехала за ягодами клубникой. Я сказал, работу тогда заканчиваем, скорее сюда. Сейчас 5 минут нам хватит. Володя в машину, пришел, Володя нету. Юра спрашивает, Николай, где Володя? Он показывает. Косит. Что косить будет? Здесь он не... Где он косит-то? Подрядился и не щукам, там косят они нету. Ну ладно, Надежда Васильевна сегодня вернулась из города. Она нынче, видишь, насколько... Что сегодня тоже четвертый? Пятая? Пятая? Пятая. Ну пять добавь, да там было. 35 дней она позже приехала. Там нужно было что-то там по квартире. Отдают нашу квартиру, а там высчитывают за ничтое. Я заезжаю туда на велосипеде. Володя, Володя, никого нету. Покрещал, заглянул у себя здесь. А тут еще усадьба открыта. Видно, где трава подкошена, давно засохла. Я поехал тогда тут, где Осин дом был первый, около Глушкова. Давай кричать. Володя, Володя! Пусто. Ну что делать? На велосипеде? Да не могу никак. Поехал дальше. Думаю, он теперь на Огородчике. Ну что он там может косить? Там косить нечего. Ну поехал. Поехал. Володя, Володя, нет никого. Ну думаю, наверное, он в лагере. Там в музей теперь. Чтобы для людей приедут, было зайти и покосить. Володя, Володя, нету его. А я мыслями тогда. А добираюсь, дорог нету. По траве велосипед не едет. Я иду, косолаплю. Вот тут сапоги-то такие. Я набил каблуки двойные там. Ну чтобы ровные были. Ну ясное дело, что ногу выворачивают. Не старался. Тогда с той стороной уже, где Симаковский пруд. Куда он поехал? Поймай меня, если сможешь. Вот не вовремя это думаем. Володя, Володя, нет Володи. Вот как человек себя снял. И еду и молимся святым, и святым, и не знает где он есть. Я, Господи, да помоги мне найти. Он от Бога как будто спрятался. И тоже никакой мне весточки-то нету. Ну когда в деревню-то заехал, я вижу там какая-то машина копотит. И я скорее думаю перехвачу ее. А она остановилась. Они ездили за ягодами. Придумали клеверное поле. Там и спортсетное поле было. Клеверное. Там клевера никогда не было. Ну назвали так. Можно было назвать розовое. Татарское мыло. Вон оно растет. Татарское мыло. Смотри, как развело. Какая красота. Сорви иди, цветка два. В воде размощи. Посмотри, какая пена будет. Ну и давай разберем. Где Володя? А он, вот он, Володя. Стоит у дома. Вот как можно спрятаться? Сколько раз говорил. Какой бы ты ни был заняты, написать куда пошел к двери приклеить. Кнопочкой. И не положить на крыльцо. Я там-то. На Саманном. На Картоном. Ну нет этого нигде. Нет. Такая тайна. Меня это трогает настолько. Думаю, опять в деле уходит. Татарское мыло было. Минута за минутой убегает. Смотри, что делает. Теперь в руках. Все, больше не надо. Иначе... Ты куда... Ты на него чуть смочил, а в руках мочи. А теперь ничего у тебя и нету. Вернее, вы сказали, пена будет. Я говорю, вот. Пена? Так вот. Ну вот так. Ну-ка покажи-ка. Надо больше, чтобы было. Да. Я сделал поближе. Что-то Володя-то и думаю. Это от кого же он спрятался-то? А ведь всего-ничего. Только бы сказать. Пошел, сказал бы Николай, брат там, дорогой. Я с танка буду. Ну почему спрячется? Пять лет ты не мылся мылом, теперь нарушил. Говорят, за рубежом вот секретарь. Только татарский. У секретаря... У секретаря... Вот так вот. С кем поведешься и сразу нарушил. Для кого он? За тазиком уже уперся. Я ему рассказываю еще, а ему он как ребенок маленький. Я рассказываю о важном деле. А ему пену показали, и он попер уже туда. Ты никакой в этом вопросе. Ты не можешь вычислить, что важно было. Я говорю о том, что у них секретарь, а она половину работы директора делает. У нее часы, и она переводит стрелку, и как-то там так делает. Она может сказать, где зам, где бухгалтер, где там менеджер, и во сколько вернется. Она все записывает. Это не по-нашему. Пришла на работу, да там с Валерами играет в компьютерные игры. Нет, она работает. Почему здесь-то не знаем мы, где мой друг друг. Вот я уезжаю когда... Даже утром вот. Я полез голубям. Вы слышали такое? Да. Мне не сказали, велосипед здесь дальше. Я пошел с ураганом прогуляться с собакой. Так, я сейчас возьму с собой шарика. То есть, если что-то Надежда Васильевна привыкла, я в огороде. Записка. Я на рыбалке. Нет нигде Володи. Володи нету? А я думаю, эх, по ягодам-то пропало-то. Ну ладно, съездили мы по ягодам. Ягод много, клубники, но мелкая-мелкая. Потому что не было дождя в то время, когда надо ей было вызревать. Володя, посмотри, он у меня этот... Багажник. Багажник. И там выскочил, а на одном держится, направо. А с левой стороны у багажника там нету. Багажник, а ты смотри. Сзади? Сзади багажник. Там ну... Пощупай рукой. Вот. Вставь туда маленький болтик и закрути, пока я живой. Ну... Уже срок поставлен. На вашу безопасность это не влияет? Ну, влияет еще и как. У меня там топор стыкает, а он в это время меня порезет. У меня руки вот сейчас не сжимаются, топором отбить. А вот палец этот отнимает. И здесь... Ну, сколько можно колотить-то. А Зима-то еще не делал. Сидел. Сейчас и пальцы не сгибаются. Вроде бы как охота, чтобы по-молодому было. Но никак не получается. Вот такие, брат, наши дела. Спрятали Володю. Его больше, чем президента охраняют. Прячут, не говорят где он. Самое интересное, это он ведь сам пришел. Вот это удивительно. Я говорю, кто тебя нашел, а кто меня искал? Я молюсь о нем. Встану и Господи, ну где же Володя-то? Ну нету Володи. А он, вот он. Но он сказал, что услышал где-то, что кричат. Да, слышал. Съездили мы. Вот я вас сегодня взял на работу. Вы главный, то не я. Сколько мы порубили, то ведь немало мы клена попортили. Стандартный набор наденем. Прочистили. Теперь как увезти? Вот если приедет Вячеслав, он сразу скажет, дай работу. Он боялся, что не будет работы. Будет. Вот так. Такой у нас сегодня был день, это уже 5 июля. А 11 июля, это воскресенье следующее, у нас тут будет крещение. Господь сейчас благословит. Все будет хорошо и как Богу угодно. Эй, вода теплая. А? Вода теплая будет? Еще не пойму. Вода теплая. Купали. А, вода теплая. Ну это, мы ждали этого. Вода теплая. Все. Отключаем. Да еще и говори, трудно.